МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения информационная программа «Республика» в студии Елизавета Хмелева. До празднования юбилейных дат 550-летия города Чебоксары и столетия чувашской автономии почти шесть лет, но к реализации плана праздничных мероприятий приступили уже в этом году. В конце июня состоялось заседание межведомственной комиссии, где были поддержаны два объекта, остальные включены в листы ожидания. Как продвигается подготовка к празднованию, обсудили сегодня на заседании рабочей группы. Галина Титарчук с подробностями. В 2014-2016 годах при поддержке федерального бюджета предусмотрена реконструкция 21 объекта. На данный момент, по словам исполняющего обязанности министра экономического развития Чувашии, только на четыре из них составлена проектно-сметная документация. По трём начата работа, в том числе и по тем, которые сегодня поддержаны. Это реконструкция Красной площади, модернизация инженерных и коммунальных сетей и сооружений набережной реки Волга. Пока по ним нет ни концепции, ни технического задания, ни проектной документации. Этот вопрос на постоянном контроле главы администрации города Чебоксары. Работа ведётся, как я уже сказал, с институтом. Они сейчас готовят технические задания на основе того проекта, который был. Но прошли годы, у них проект и был, и чуть ли не экспертиза была пройдена. Тем не менее, туда надо вносить изменения. По Красной площади на сегодняшний день из внебюджетных источников мы заключили договор с архитектурным предприятием из Испании. Они будут готовить проект комплексного освоения залива, Красной площади, набережной. В октябре проект они должны сдать. После этого мы будем готовить техническое задание на инженерные коммуникации этого объекта и проектировать. Давайте вот здесь совместно с Минстроем сроки определить и более конкретно, когда это будет работать сроки. Всего в Чебоксарах предусмотрена реконструкция 16 объектов, среди которых и строительство пяти дорог. К праздникам изменится и Московский мост, улицы Ярославская, Энгельса, Московский проспект. Что касается объектов культуры, то в правительстве России представлены предложения по реконструкции 10 объектов. Эти заявки рассмотрены. Минкультура России и Минэкономики России поддержаны. Включены в лист ожидания. Объем выделения средств из федерального бюджета на объекты культуры на сегодняшний день таковы. На 2015 год это 252 миллиона рублей, на 2016 год 1 миллиард 115 миллионов рублей. Также поддержанные находятся в листе ожидания на финансирование два объекта здравоохранения, школа Олимпийского резерва номер 3, оздоровительный лагерь «Белые камни». Руководитель рабочей группы Иван Моторин рекомендовал всем министерствам закончить проектные работы не позднее 2014 года, как бы тяжело не было с исполнением бюджета. Мы должны решить все технические моменты, о которых мы сегодня говорили. Это завершить проектирование вовремя, получить экспертизы необходимые, так как есть определенные требования к федеральной адресной инвестиционной программы, в рамках которой будет осуществляться финансирование наших объектов. И в первую очередь там весь пакет документов должен быть представлен, во-первых, вовремя, ну и, соответственно, в полном составе. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. На экскурсии в Государственной Доме России побывали ребята из 3-й коррекционной школы «Чебоксар». Они не только погуляли по коридорам власти, но и познакомились с историей парламента страны, узнали о принципах работы комитетов и фракций, пообщались с депутатом Аленой Оршиновой. Вот она, хорошо знакомая всем думская лестница. Здесь дают интервью, встречаются с коллегами, фотографируются. Именно отсюда начинается знакомство с работой Нижней палаты российского парламента. История парламентаризма в нашей стране уходит корнями к новгородскому вече. Затем были земские соборы, собрания, советы. А вот дума, как законодательный орган, представьте себе, молода. 11 лет до революции и 20 лет после советской власти. Об этом и многом другом рассказывает выставочная экспозиция в фойе старого здания. В новом размещаются рабочие кабинеты депутатов и администрации Нижней палаты, залы заседаний комитетов, штабы фракций. Последние тоже выглядят по-музейному. Символика, сувенир и наглядная агитация. Алена Оршинова встречалась с гостями в помещении комитета по образованию. Как заместителю председателя ей здесь привычнее. Алена Игоревна рассказала, какие вопросы обсуждаются здесь, какие задачи ставятся, какие идеи рождаются. Как сделать нашу сферу образования и вообще наше образование в целом лучше, чтобы мы с вами были образованными, чтобы мы с вами были лучшими в мире, чтобы мы больше всех знали и чтобы мы могли найти работу, получать хорошую зарплату. Что только не обсудили в этот раз. И то, как важно быть профессионалом в своей сфере. И когда учителя и врачи в нашей стране будут жить лучше. Что необходимо знать и уметь будущему политику. Вполне вероятно, что кто-то из участников этой встречи со временем состоится как народный избранник. Историей известно немало примеров, когда люди с физическими недостатками становились успешными политиками. Рузвельт, Георг Пятый, Дэвид Бланкетт, Лиди Кэмпбелл. Эта поездка важна для наших детей еще и потому, что, возможно, кто-то в будущем захочет попробовать себя на политическом попище, стать депутатом Чувашии или даже Госдумы. Елена Гальперина, Александр Петров. Для Республики из Москвы. Очередные изменения ждут индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. С 4 июля они будут регистрироваться по-новому. О корректировках далее. Через считанные дни государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изменится. Начинается она с элементарного. Нужно подать заявление в налоговую инспекцию. Уже сейчас зарегистрироваться можно в электронном формате на сайте налоговиков или с помощью бумажного носителя. Но совсем скоро старая форма заявления изменится на новую. А требования к оформлению ужесточатся. При заполнении данного заявления вручную необходимо использовать только черные чернила и заполнять по определенному образцу, который установлен требованиями к заполнению данных документов. Такие изменения связаны с тем, что новые формы заявлений, они машиноориентированные. И в дальнейшем они будут автоматически обрабатываться в регистрирующем органе. Это сокращает время на обработку, а также исключает ошибки, которые допускались ранее в некоторых случаях нашими сотрудниками, когда вводились данные. Еще одна особенность, на которую обращают внимание налоговики – односторонняя печать документов. Только на одной странице, а не на обеих сторонах. Повышенное внимание к оформлению – не каприз. Принятые заявления, сообщения и уведомления налоговики пропускают через сканер. Дальше информация уходит в специальный ресурс. А само устройство способно прочитать только документ, составленный по правилам. Чтобы не ошибиться в деталях, можно оформляться электронно. На сайте службы есть целый раздел регистрации налогоплательщиков. Он был усовершенствован. В данном разделе объединены ранее разрозненные разделы, касающиеся государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей. Сейчас все находится в одном месте. И, в общем-то, все вопросы по процедуре государственной регистрации можно уточнить и выяснить в этом разделе. После подачи сведений остается только ждать сообщения от налоговой. Они придут по указанному адресу с информацией о времени и месте встречи, говорят специалисты. Вместе с тем изменится порядок выдачи документов. Он упростится. Сейчас свидетельство Федеральной налоговой службы будет выдаваться только при государственной регистрации юридического лица, при создании и при государственной регистрации индивидуального предпринимателя. В иных случаях уже свидетельство не выдается. Раньше мы его выдавали при ликвидации юридических лиц, при внесении любых изменений. Юридические лица, индивидуальные предприниматели путались в этих свидетельствах. Чтобы не было путаницы, решили оставить одно свидетельство о госрегистрации. А к нему приложить специальный лист, куда и будут вноситься изменения. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика. Вода на вес золота. Для жителей села Кудеиха Порецкого района она действительно становится настоящим богатством. Воду не удается добыть даже из уличных колонок. Единственная надежда на колодцы. Правда, в поселении их почти не осталось. О проблеме в муниципалитете знают все, но решать ее не торопится. Сколько еще людям ждать этого блага цивилизации, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Каждое утро пенсионерки Екатерины Пряничкиной начинается с силовых упражнений. Правда, такая зарядка ей не приносит никакого удовольствия. Вместо гирь в руках полные ведра с водой. С увесистым грузом приходится преодолевать более 100 метров. Это расстояние от дома до колодца. Чтобы полить огороды, она преодолевает его по несколько раз в день. Милый, сейчас плевать. Я уж сейчас, мне воды, на день-то, мне хватит два ведра. Я уж не стираю, дочь в боксар живет. И стирку увозят у меня все. Я уж и не стираю ничего. Вот, только сварить, умыться. Вот, за хорошую воду вот хожу, вот, чай поставить, сварить. А уж ноги мыть в посуду, вот отсюда таскаю. В таком-то возрасте, наверное, сложно, вот так вот каждый день преодолевать. У меня уж 83 года, вот 10-го будет. Да, вот так, вот так. Вот, замучилась из воды. Вот я живу. Но пить такую воду в селе не решается никто. Годится она только для полива огородов. Вода в колодцах ушла на приличную глубину, но 15 колец вниз и выше она не поднимается. Из недр земли удается добыть только вот такую воду с зеленоватым оттенком. Такая вода для питья не годится. Колонки на улицах села словно памятники. Без дела они стоят все лето. Ко многим домам подведен водопровод, но толку от этого нет никакого. Некоторым приходится покупать воду в магазинах. Кто-то ездит за ней в соседние деревни. Поливать-то много надо. Вот засуху стоял. А не хватает. Это минимум 100 литров надо. С малой дозой и только по монетчику. Надо помыться, надо сварить, надо посуду помыть. Надо огород капусты, помидоры там. Что больше? А без этого как? Без воды в селе остается и детский сад. Доходит до крайностей. Чтобы приготовить ребятам пищу, воспитателям приходится выпрашивать бутылки с водой у родителей. У нас там нет воды. Нет воды, так. Как вы носите с собой воду? В бутылках. Больших? Да. Покажи в таких. В таких бутылках. И пьете ее там, да? Нет. Нет? Луки моем. Каждое лето без воды в Кудейхе остаются те улицы, которые расположены на возвышенности. Чтобы пустить ее по трубам, необходимы новые насосы. Когда люди начинают поливать огороды, вода расходуется в больших количествах. Оборудование водонапорной башни уже давно требует замены. Не хватает селу и скважин. Пока пробурены три, но одна из них недавно засорилась, говорят в администрации. В наших условиях вот эти скважины, их, значит, вот забор осуществляется 27-30 метров, и они быстро заиливаются. Вообще, эти скважины предназначены срок эксплуатации где-то 5-8 лет. Поэтому эти скважины тоже были построены давно, и работает у нас только вот последняя скважина более-менее эффективно. Если появится новая скважина, то вода в селе перестанет быть дефицитной. Но денег в местном бюджете не хватает. Администрация пытается решить проблему и собирает средства с населения. Людям присылают вот такие расчетки с графой на пожертвования. Глобальная задача – войти в программу «Чистая вода». Власти уже начали оформлять документы. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Сегодня стало известно, что Чувашия вошла в число 25 субъектов, которым будет оказана госпомощь на реализацию программы «Чистая вода». В этом году размер субсидий составит 207 миллионов рублей. В прошлом году был выделен 271 миллион. Средства были направлены на строительство группового водопровода Батыревского, Шумуршинского и южной части Комсомольского районов. Хочешь жить хорошо – не ленись, а еще будь добр заплати. Собственники многоквартирных домов в течение года оплачивают такие услуги, как содержание жилья и текущий ремонт. А потом на общем собрании жильцов им предстоит решить, на какие виды работ и сколько они готовы потратить. Управляющая компания также имеет право голоса. Но последнее слово, конечно, за жильцами. Судьба многоквартирного дома в руках самих собственников помещений. Так, например, на общем собрании хозяева 263 многоквартирных домов в столице республики установили новые тарифы на содержание и ремонт жилья. Татьяна Трофимова выясняла, как происходит формирование тарифов и на что можно потратить общие средства. Отремонтировать ли на собранные за год деньги крышу или поменять трубопровод и стояки в подвале – все решается на общем собрании жильцов. За то или иное решение должно проголосовать большинство. Затем необходимо составить договор с управляющей компанией. Там обязательно должна быть указана цена на содержание и ремонт помещения. Управляющая организация обязана в обязательном порядке все требуемые работы вынести на общее собрание. Иначе, если при случае возникновения каких-либо аварий, будут нести ответственность. Если собственники отклоняют, пересматривают тариф в сторону снижения и убирают какой-нибудь вид работы, соответственно, они берут обязательства на себя. Прийти к единому мнению непросто, но договориться с собственниками жилья – это задача управляющей компании. Ремонт жильцы могут делать постепенно. Допустим, сначала отремонтировать крышу в двух подъездах. В следующем году – остальные. Все зависит от того, сколько они готовы на это потратить. Есть у нас свежий пример. Игерский бульвар, дом 33. Шестиподъездный дом. И люди за три года сделали капитальный ремонт крови. Сколько платить за содержание и ремонт жилья устанавливают сами жильцы, также мнением большинства, на общем собрании. Так, до 1 июля 2013 года, если взять средние данные по городу Чебоксары, собственники платили 2-3 рубля за квадратный метр. Но есть и такие дома, в которых сами люди согласились платить 8-9 рублей. И все для того, чтобы дом был в хорошем состоянии. А если собственники не устраивают собрания и не пересматривают тарифы, то выплаты остаются такими же, как и в текущем году. Управляющая компания «Новоюжный» обслуживает 56 домов. Во всех этих домах утверждены новые тарифы с 1 июля этого года на содержание и текущий ремонт. Цены устанавливались после осмотра домов. По содержанию жилья повышение у нас в основном от 3 до 5%. А тариф на текущий ремонт у нас в основном получился даже на снижение. По содержанию ремонта в среднем. По Калининскому району у нас средний рост содержания ремонта в целом получается на 6%. По Ленинскому району на 8%. И по Московскому району тоже 8%. Принимать единый тариф по городу нецелесообразно, подчеркивают специалисты. Изнушенность домов разная. С 1 июля новые цены на содержание жилья в Чебоксарах установлены в 263 многоквартирных домах. Это примерно 10% по городу. Показатели, конечно, невысокие, говорят в управлении жилфондом. Собственникам стоит быть активнее в своих решениях. Если сегодня не позаботятся о ремонте, постепенно это приведет к разрушению дома и потребует более значительных затрат. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Готовим за проезд, проездные предъявляем. Излюбленная фраза кондукторов потеряла актуальность. Современные проездные нужно не показывать, а прикладывать к специальному терминалу. Ну а деньги можно не протягивать контролеру, а вставлять в купюроприемник. Чебоксарцы привыкают ездить по транспортным картам. О том, как работает нововведение, в нашем репортаже. Вместо тяжелой мелочи в карманах или бумажного проездного – маленький кусочек пластика, который прослужит вам несколько лет. Так называемыми транспортными картами чебоксарцы начали пользоваться еще в марте прошлого года. Те, кто ездит нечасто, предпочитают тип карты под названием электронный кошелек. Это проезд как за наличность, только вы не таскаете мелочь с собой. И скидка на проезд 1 рубль. В троллейбусах, в автобусах по пригородным маршрутам 30 копеек с километра. То есть это достаточно выгодно. Вы просто ложите на него деньги, на нем хранится определенная сумма. То есть прикладываете к терминалу, определенная сумма списывается. Остаток написан на чеке. Для тех, кто пользуется автобусами и троллейбусами несколько раз в день, выгоднее так называемый электронный проездной. Действует он, как и привычный бумажный. То есть в течение календарного месяца проехать по нему можно неограниченное количество раз. Однако, в отличие от обычного проездного, в конце месяца нужно не покупать новый, а пополнить баланс на уже приобретенном. Для этого в городе уже установлено около полусотни терминалов. Подходить к ним смело могут даже те, кто с новой техникой не дружит. В точках, где много пожилых людей, у нас есть молодые люди, которые им помогают очень активно. То есть каждый день они стоят возле терминала, помогают. Многие пожилые люди очень охотно обучаются. Там нет ничего сложного. Ну, дальше приходят сами пополняют. Кстати, проездной нового типа не страшно потерять. Если вы оплатите стоимость самой карты, а это 100 рублей, то проездной вам восстановят. А в случае электронного кошелька вернут на него сумму, которая была до утраты. Что ж, выходит, как ни крути, у единой транспортной карты сплошные преимущества. Однако опрос показал, чебоксарцы к пластикому новшеству относятся не так однозначно. Я не знаю, заплатил раз и все, 500 рублей. Ну, я, честно говоря, не поняла, что удобнее. Так показал и все, а тут надо каждый раз прикладывать. Мне это не нравится. Расплачиваться деньгами каждый раз не столь заставать удобно, какую-то мелочь искать. А тут, пожалуйста, раз и проблем никаких. А чем лучше бумажного проездного? Бумажного проездного? Ну, это, наверное, отходит. Во-первых, подделки какие-то могут быть, наверняка это невыгодно, да, той организации, именно транспортной, да. А во-вторых, это будущее, это настоящее, вернее, наш век, то, что связано с картой. Наши удобства знают, вряд ли удобства есть. Проездом было лучше. Так или иначе, в обозримом будущем пластик, скорее всего, заменит другие способы оплаты проезда. А специалисты утверждают, к такой схеме в скором времени присоединятся и маршрутки. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. В возах Чувашии начался прием документов от обедуриентов для зачисления на первый курс. Тем, кто уже определился с будущей профессией, теперь нужно выбрать учебное заведение, где продолжить обучение. В этом году на бюджетные места смогут поступить более 3300 молодых людей. Каждый выпускник может подать документы на три специальности в пять учебных заведений. При поступлении на целевые места необходимо предоставить оригиналы документов. Сдать документы можно лично, также отправить по почте, обязательно с уведомлением о вручении и описью. Многие вузы принимают заявления онлайн. Успешная сдача ЕГЭ – залог поступления в вуз. А вот подавая документы на творческие специальности, будущим студентам нужно быть готовыми сдавать дополнительные испытания. Их вузы имеют право вводить сами. Напомним, приемная кампания продлится до 25 июля. И уже в августе будут составлены списки поступивших. В Чувашии впервые прошла акция для автолюбителей под названием «Защити свой автомобиль». Подобные уже проходили в Москве, Питере, Владимире, Твери. Многие автомобилисты запаслись необходимыми знаниями и приспособлениями для защиты своего железного друга. Инициатором социальной акции стали представители компании, занимающейся установкой различных охранных систем автомобиля «Угона.нет». Специалисты рассказали рядовым автолюбителям, как правильно защитить свой автомобиль от преступников и какие способы они чаще всего используют. Код Граббер является самым популярным угонным устройством, которое можно найти в интернете и даже купить в магазине. Оно позволяет снять сигнализацию и беспрепятственно сесть за руль чужого автомобиля. В ход идут и такие методы угона, которые использовались и в 90-е годы. Отмычки, дубликаты ключей, крючки. Преступники умудряются применять даже электромагнит, жидкий азот и многое другое. На подобные манипуляции с замками требуются, как правило, считанные минуты. Организаторы наглядно продемонстрировали действия различных устройств. Все желающие могли на месте проверить, насколько надежно защищен их автомобиль. Специалисты сервиса в очередной раз напомнили о том, как правильно обезопасить свой автомобиль. Владелец должен применить комплекс мер. Кроме сигнализации существует также электронная и механическая защита. Татьяна Филатова, Республика. Наконец, у горожан появится возможность легально выбросить отработавшие ртуцодержащие осветительные приборы. В Чебоксарах установят контейнеры для сбора ламп, которые содержат вредный и опасный химический элемент. До сих пор ртуцодержащие иллюминисцентные лампы в городе собирали передвижные пункты. Правда, популярностью у горожан они не пользовались. Решено их заменить стационарными контейнерами. Спецконтейнеры для сбора ртуцодержащих ламп будут установлены за счет городского бюджета. Согласно целевой программе, в ближайшее время город закупит и установит почти 390 контейнеров. На это потребуется более 2,5 миллионов рублей. Сбор ртуцодержащих осветительных приборов ляжет на плечи управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. Однако, в этом случае есть опасения, что за эту дополнительную услугу управляющие компании будут выставлять счет все тем же жителям. Если вы выбираете подарок, загляните в ювелирный салон Сапфир. Репортаж о золотых украшениях смотрите далее. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Абсолютно все согласятся с тем утверждением, что ювелирные украшения ценились и будут цениться во все времена. Драгоценные камни и металлы уже на протяжении многих веков радуют глаз не одного поколения. Сейчас найти золотые украшения и ювелирные изделия можно где угодно. Однако покупка драгоценностей – это ответственное дело. Чтобы не наткнуться на подделку, выбирая ювелирный салон, нужно отдавать предпочтение, опыту и многолетней репутации. Сеть ювелирных салонов, которые мы сегодня посетили, в этом году отмечает свое 75-летие. Понятно, что за такой солидный период она зарекомендовала себя как надежного партнера и проверенного продавца на рынке ювелирных украшений, продолжая традиции советского ювелирторга. Специалисты салона утверждают, что покупая ювелирные украшения здесь, можно быть уверенными на 100%, что приобретаете качественную продукцию. В салоне представлены только заводские изделия лучших российских производителей. Ведь партнеры Волжского ювелира – такие известные производители, как Московский экспериментальный завод, Ювелира Урала, Красцветмет, Русские самоцветы, Часовой завод Мактайм и другие. Соблюдены все стандарты, в наличии имеются все сопроводительные документы, которые должны иметь ювелирные изделия. Кольца из серги, цепи и браслеты, часы из драгоценных металлов и обручальные кольца. В этом салоне вас ждет огромный выбор ювелирных изделий. Бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины, аметисты. Каждый может найти себе драгоценный камень по душе. Причем здесь представлены как модные новинки, так и нестареющая классика, а сочетание цены и качества изделий будет оптимальным. Кстати, не забывайте еще и про то, что ювелирные украшения считаются одним из лучших способов вложения денежных средств. Ведь качественное золото никогда не падает в цене. А еще ювелирные украшения могут стать фамильной реликвией, передающейся из поколения в поколение, и прекрасным подарком. Если вы хотите сделать роскошный подарок дорогому человеку, но сомневаетесь в выборе, преподнесите ему подарочный сертификат на любую стоимость, он будет приятно удивлен. Также в салоне возможно приобретение ювелирных украшений в кредит. Ювелирный салон «Сапфир», улица Карла Маркса, 39, телефон 6206-47.